Здравствуйте! Сегодня место нашей съемки – Приморская краевая филармония. Буквально через несколько минут здесь соберется сотня людей. А повод – Государственный фонд «Защитник Отечества» отмечает годовщину и подводит свои первые итоги. Вперед за мной! – Приходите, пожалуйста. – Держите, а вы откуда? – Ого, господи. – Продолжение поддержки населения города Владивостока. – А вы откуда? – Здравствуйте, Октябрьский район. – Спасибо. – Ничего себе. Сколько ехали? – Немножко. Дороги хорошие, все хорошо. – Я сотрудник законодательного собрания. – Да. – Руководитель пресс-службы законодательного собрания. – Сейчас я буду писать пресс-служб. – Я знаю, вы руководитель фонда. – Да. – Все говорят, что Приморский край первый создал такой фонд, который поддерживает и социально, и семьи, и бойцов спецопераций. На самом деле так почему мы первые? – Ну, во-первых, потому что у нас временной цикл такой, то что мы просыпаемся первые, когда все остальные еще спят. И на этом моменте мы оказались первыми. – Вон в чем дело, оказывается. Сегодня нет Олега Николаевича, но тем не менее я знаю, что благодаря ему создавался фонд в Приморском крае и был один из первых. – Да, совершенно верно. Олег Николаевич лично погружен в эту тему и курирует, и создает все условия для того, чтобы было комфортно, как работал и с сотрудником филиала госфонда, так и услуги максимально получали ветераны боевых действий. – Смотрю, у вас такие красивые флажочки. Вы у нас кто? – Мы серебряные волонтеры. Организация «Молодой душой». А мы принимаем активное участие в этом. У нас некоторые плетут сети маскировочные. Кто-то изготавливает свечи окопные. – Благодаря вашим сердцам, вашим рукам, сегодня этот зал служит еще и нашим ребятам помощь на СВО. У меня был недавно командир «Тигра». Он говорит, что у него благодарят вашей помощи. В запасе у него есть и маскировочные сети различных видов, различных фасонов, направлений. Поэтому это нас очень сильно спасает, прикрывает. Извините, что мы вмешиваемся, а это благодарность кому? – Это наместникам, координаторам, которые работают на местах у нас. – Вы будете вручать? – У от глав муниципальных образований нет, они будут вручать. – А почему у вас в руках? – Я взял поддержать. – Я координатор недавно работаю, всего, даже еще полгода нет. Поэтому все вот координаторы, которые очень давно работают, вот они вот там сидят, вот там сидят. Так что можете у них больше, более подробно расспросить. – А вы откуда? – Я из Арсеньева. – А чем Арсеньев помогает? – Ну мы оказываем содействие в каких-то там проблемных вопросах тем ребятам, которые возвратились в зону СВУ. – Если сравнивать Приморский филиал с другими филиалами страны, вот насколько мы активны? – На сто процентов мы очень активны. Спасибо Олегу Николаевичу, который полностью поддерживает все начинания. И мы стараемся также помогать всем нашим воинам, которые находятся на передовой. И спасибо Олегу Николаевичу, который помогает нашим мальчикам, находящимся там. – Можно у вас спросить? – Можно. – Да, вам удобнее будет встать, да? – Ну конечно. – Скажите, фонд… – У девушки стояли, я буду сидеть. – Чем занимается фонд? Насколько я поняла, это трудоустройство, это помощь семьям, правильно? – Значит, вообще по уставу фонд занимается трудоустройством, помощью семьям, лицам демобилизованным, уже участникам СВУ, либо, к сожалению, погибшим, которых нет. Но, несмотря на то, что вот узкая специализация, да, по уставу, и надо дать должное руководству фонда страны, и вот нынешнее руководству фонда нашего Приморска, они работают шире. Вот то, что мы сказали, трудоустройство, значит, обеспечение медицинскими препаратами, ТСР, помощь семьям, в том числе психологическая. В общем, любая проблема, возникающая в семье, она в поле зрения фонда. – А то вы меня вот, Анечка, в каждой программе практически уже… – Я волчу. – Да, нормально. – Давайте, сейчас вы нам представите, подождите. – Я сегодня уважаю. – Нет, я удовольна скажу. Что за человек? – Глава Ольвинского района. У нас на фронт ушло порядка, наверное, 200 человек, 200 мужчин. И они возвращаются, естественно, они обращаются. Сначала они обращались к нам, вот сейчас они уже непосредственно для оформления документов обращаются в фонд к социальному координатору. Но мы также продолжаем работать с семьями, потому что различные вопросы, то есть вопросы и по образованию, и по культуре, и по спорту, и по здравоохранению, и где-то помочь в каких-то бытовых моментах, дрова поколоть, кому-то что-то разобрать, свет сделать. Ну, то есть женщины обращаются абсолютно по всем вопросам, так же, как и бойцы. – Ой, какие вы красивые. – Почему вы здесь? Кто вы? – У нас сегодня выступает сестра. – У нас же тетя, да? – Выступает сестра в качестве кого? – Солистка. Во флотилии, в общем, она солистка. Ансамбль юных моряков. – Проходите. Ну что же, до начала осталось буквально пять минут, уже полный зал, и вот-вот начнется. – Он там, на передовой, защищал нашу Родину, защищал нас с вами. И, ну, у нас нет другого выбора и выхода, как победить. И разрешите мне вручить приветственный адрес губернатора Приморского края Олега Николаевича Пожиняка. – Сейчас будут дети выступать, да? – Да, да. – Замсамбль. – Сейчас юный патриот Родины будет выступать, а следом флотилия «Восток». – А вы отвечаете за организацию здесь? – Нет, мы представители хора. – Ой, сколько всего. – Ой, я не чаю. – Ну что, как выступили-то? – Да, отлично, хорошо. – Не волновался? – Нет. – А я видела вас на сцене. – Понятно, но хорошо. – Да. – А микрофон-то рабочий? – Микрофон? Нет, не рабочий. – Так вы по-настоящему пели? – Мы пели, да. – По-настоящему, просто микрофонов недостаточно, поэтому некоторых настоящих, другие нет. – Вот самый маленький, сколько тебе лет? Иди сюда. – Пять. – Восемь. – Восемь? – Да. – А какая твоя песня здесь самая любимая? – «Как родная меня мать провожала». – Ух ты. – А сможешь припев сейчас исполнить? – Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. Ух ты. Ух ты. Продолжение следует...